Всем привет! В эфире Заметки о Черкесии. Мы сегодня в гостях у Нурбия Газизовича Лавпача, в его художественной мастерской. Нурбий Газизович не только талантливый художник, еще известный археолог, как вы знаете. И сегодня мы поговорим о двух вещах. Это об открытии крепости Псфабы и о расшифровке камня. Камень, да, он назывался? Из Лоу. По поводу плиты в Лоу. Можете рассказать, в общем-то, как получилось так, что вы, как она вам в руки, можно так сказать, попала эта работа? И как вы пришли к этому расшифровку? Да, на побережье там работают у меня три сотрудника нашего института. Кизилов, главный из них Кизилов, он мне сообщил об этом. Он сообщил о том, что вот, например, я уже дал в интернет информацию о ней, но ее надо представить нормально, научно. И требуется, как бы, я вот думаю, что ваше участие. Я поехал туда. Они прислали машину, ребята. И встретился с Мадином. А с Андреем Кизиловым, правда, я тогда не встречал сам. И он меня отвез на место этой плиты. Они ее еще не взяли? Нет, она уже у него была. Но он отвез меня на место этой. Я, правда, по состоянию своей ноги не смог спуститься до самого места этого. Ну, это, это ущелье Атматея. И, по-моему, ситуация была, ну, такая. Ну, в принципе, ее трудно восстановить, но я думаю, что эта плита находилась наверху, где-то на дороге шоссейной. Да, где трасса. А ведь она расположена между шоссейной вверху и железнодорожной внизу. Там, ущелье такое, ну, какой-то овраг. И, видимо, ее столкнули во время ремонта. Может быть, она была или в отдельном святилище языческом, или же в портале Дольмена. Ну, вот там Дольменное место вообще-то. Поперели все это. И вполне возможно, что были Дольмены. Но во время строительства еще, в дореволюционное время, и во время ремонта. Эти дорог не раз ремонтировали. Ее могли столкнуть. Просто столкнули, как камень. Ага. Вниз. Или она сползла там случайно. Ну, факт, что она оказалась не на своем месте, и на первоначальном. А ниже гораздо, в овраге. И вот она, ее оттуда. Там, значит, ситуация довольно сложная. Какие-то... Ее давно обнаружили? Ага. И 15 лет до этого, раньше, и, по-моему, даже еще раньше, какой-то армянский руководитель, там, спортивный, показывал своему ученику эту плиту. И говорил, не важна ли эта надпись, там, что-то такое. Ага. Ну, тот ученик не обратил внимания, не придал нужную сцену. А какой-то камень, там, какие-то, и кавилюшки, и завилюшки. Ага. Не придал значения. И так она стала внимания. А вот Мадил этот уже обратил... О, я услышал эту историю. И какие-то, в общем, заинтересованные люди, ну, в каком плане, неизвестно, они достали ее, тут срезали и выставили на дорогу. Так мне Мадил сказал. Ага. Пытаясь его куда-то ввести. А он в это время его заметил и... Забрал? Да, забрал. Да, забрал. Я, в общем, сделал прорисовку этих изображений на плите. Она была расколота. Ага. На две неравных половины, вот. Она сейчас в таком положении находится в музее. Не удалит плит. Вот эта часть, отдельно, как бы, плиту представляет собой. А вот это, вот это отколота тоже здесь, угол. Вот в таком виде из трех частей она состоит сейчас. Ага. И это, это песчаниковая плита, толстая, ну, 20 сантиметров с лишней толщиной. Ага. А вот это натуральная свина. А вот так, да? Да. Вот она изображена натуральная свина. И здесь по этим фасадам дольменов разного типа, правда, но факт в том, что ее можно отнести уже по этим изображениям к дольменной эпохе, по хронологическому. Уже так. Без какого-то изучения. Ну, потом, значит, что появляется. Вот Трифонов, современный исследователь Дольменов Кукасских, он опубликовал статью по Дольмену Шипси. Да. И он там 20 тысячи погребителей нашел и говорит, что раньше сомневались, вот, дольменная культура относится к какому этносу. Сейчас это уже как бы археологу не напрягает. И все они считают, что это абхазо-адыгский этнос участвовал, предки абхазо-адыгам участвовали в создании этих дольменов. Ну вот, в Дольмене, который сейчас находится в Москве, в Гиме, на втором этаже, из Огоя, там Колихо, дольмен Колихо, там 70 тустяков найдено, и они все определены по-хронологически во второй половине второго тысячелетия нашей эры. То есть, 500 лет там 70 тустяков забрасывали. А здесь читается, вот, вся она погребальная. Вот это иероглифы. Вот изображение рыбы. Вот эта вот звезда, она шестилучевая, и она, вот если это читать, шесть лучей, получается, с этим, и она, может быть, вот здесь тоже звезда, тоже жесть лучевая. Вот эти звезды, они хеттской иероглифики связывают, ну, можно связаться с какими-то семейными узами, с любовью. А вот это вот знак, это тамга какого-то отдельного рода, древнеадыцкого или хеттского. А вот это вот, вот это вот солнечная ладья. То есть, здесь вот это все, тут вообще для характера, для нашего, нашей иероглифики северокавказской, вот это сложное соединение иероглифов с петроглифами, то есть иероглифов даже с клинописью. Но с геральдикой и иероглифов соединяются с более древней надписью, которая возникла из петрограмм. Ну да, то есть и рисунки, и смысловые знаки, получается, да? И вот это, вот это прочитывается, вот эта надпись отдельно, как бы похоронная надпись, а вот это отдельно похоронная надпись. А вот эта клейма, вот в этих иконах, разъясняющая, вот это относится к женскому. А здесь вот текст, по моему опрослению, получается, что связаны жрец и жрица с семейными музыками. И они, значит, известно, каким образом жрец, ну так, предполагается, что жрец умер каким-то образом по возрасту, там, по болезни, а она добровольно его сопроводила. Ну, и вот к ней вот это относится, и вот это, а вот к нему вот это, кстати. Ну, а это вот, в общем, похоронная, знаете, вот это изображение рыбы по адыгскому формиру связано с похоронным обрядом. Ну, это и в Библии тоже, в Библии тоже поддерживается это. Довольно древний обычай был, и вот этот символ рыбы, тем более опущенной головой вниз, это все связано с потусторонним миром. И по Библии, и по адыгскому фольклору. Вот это вот иероглиф Бога, это пахетский иероглиф. Бог? Да, это Бог, в виде фольменный фольклор. А вот эта вот надпись посвящена, а я только считаю, что она более древняя, но из этого рода тоже. Что вот этот жрец, что это тоже жрец, тут его даже имя обозначено. Или он, ну, здесь он аиш, 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 аиш. Но он, я думаю, что в древности в Абхазской иероглифе. Что-то похожее, да, наверное? А вот это вот, в иероглифике иероглифике, это символ величия. Ага, великий. Да. И здесь изображение лука и стылы. Ну, это, конечно, все очень схематично, очень примитивно все изображается. И получается, что вот этот великий, ну, как бы, аиш, ауш, это пророк, либо пророка. Великий пророк, и в то же время он великий… Охотник? Да. Ну, в смысле… Что это такое? Лучник. Лучник. Знаменитый. И он, вот здесь вот, это символ, это число. Угу. Вот это единицы, это десятки. В иероглифике. Да, да. Так получается. Вот в одиннадцатом, получается, в одиннадцатом полунии, полунии, вот этот жрец, имя его… А вот… Вот это хатская и майкопская культура, да? Да, хат, поздно майкопская или хатская, хатская культура. Ну, это хорошо отражено в захоронениях в царских гробницах Аладжагуюка, второй половины третьего тысячелетия до нашей эры, тут на территории Турции. Ну, и они согласуются с майкопскими, вот из майкопского культура Аладжаги. А вот это вот, уже я вижу какие-то пирамиды, пирамиды, связанные с Египтом. Вот эта жрица, она, видимо, из Египта. Ну, это предположение мое, потому что это трудно. А были тогда пирамиды, они же, по-моему, чуть позже, нет? Нет, нет, пирамиды… А, ну, это мастабы типа, да, что-то? Нет, там пирамиды сначала ступенчатые строились в Египте, и они начинаются где-то в начале третьего тысячелетия нашей эры. А эти дольмены, видишь, где-то на рубеже третьего-второго тресцветия вот это все датируется. В общем, определили, что вот это души, но у нас точки души. Да. А это вот треугольник, это добро по христианской аэроглифике, то есть добрая душа. Добрая душа, великий пророк Ауш, лучник-охотник, знаменитый лучник, один из полунии. Ну, а один из полунии трудно привязать какому-то времени, да? Да, сложно сказать. И получается, имя здесь, некое имя здесь, да? Да. И ушел в Египте. Интересно. Сейчас. Ну, вот эта расшифровка была дына вами. Ну, где-то это, я имею в виду, вот эта расшифровка, какое-то расследование, ну, исследование, куда-то оно больше пошло? Я опубликовал ее. Публиковали, да? В журнале о Риге. А музейщики, что ли, они, ну… А музейщики еще не дошли до этого видео. Они еще не оформили эту экспозицию, средние бронзы. Ну, с майкопской есть что-то общее, с майкопской плитой? Нет, с майкопской, с майкопской плитой, в принципе, да, потому что, по моему мнению, письмо есть одна, хетское, хетское письмо, иероглифическое. А иероглифическое письмо, там есть бусрофидон, строчки оризонтальные, вертикальные, диагональные. Но есть совершенно хаотично расположенные знаки в плитзаке, и трудно в чем? Расставить все знаки знакомые, допустим, все символы знаешь, героглифы, а вот в таком порядке поставить их, вот это определяет суть всего, то значение, которое определял писарь. Если попадешь, ну это трудно выполняется. Материалы мало. Вот Тучельмил, он, мне кажется, был одарен этой интуицией, и он попадал каким-то образом в мысление писаря древнего. Я имею в виду прощение его майкопской надписи, потому что потом я свое предложил прощение, и оно совпадает по времени, совпадает там с уточнением датировки с помощью двух имен сетских столей последних. Я представил их имена. Ну я пользовался сетской иероглификой, а он эту иероглифику отбросил, и он опирался на бибельское письмо, читал по-бибельски. И он читал, ну с селабарием пользовался, а я пользовался иероглификой. А древние надписи наши сетской иероглифы, они синтезируют все. Иероглифы, и селабы, и петрографы, и все вместе. Самые древние, самые поздние. Одна блока, да, подходила? Да. Интересно как. Будем надеяться, что это будет продолжаться все-таки. Ну конечно, это надо уточнять все. Вот я предварительное прощение вот так опубликовал. Толкование. Но вот это я не затрудняюсь. Это я могу еще прокомнить. А вот это тоже. Ну, тут все-то земледельческое. Что радар отдает? Да, вот эта сетка. Ну тоже рыба. Намечают. Душа, человек, кинопады, звезды опять же. Да, вот это вот. Это жреческие символы. А если исходить из того времени, наверное, это земледелие и религия? Все это, конечно, головоломки. Ну да. Чуть-чуть требует времени еще исследование. Другой может. Ну может кто-то дальше продолжит еще. Да, другой может совершенно по-другому прочитать. Да. Может еще найдут что-то действительно. Два уже камня, да. Где-то может быть еще есть. А вот еще есть петроглифы Махошука, да? Они вообще… А Махошкуша это в чимах аудио публиковал их. Они какое-то отношение к этим имеют или это другое? Они более поздние. Они… Ну он-то датирует их мезолитом. Ага. Но я думаю, что там какие-то знаки мезолита использованы более поздним. Типа древнее Семицко. Похоже там на древне Феникийский. Ага. Вы их расшифровывали тоже? Я пытался. Одну надпись расшифровывал. Ага. Ну, там есть целые строчки, целые письмена. Я затрудняюсь. Ну, в общем, похоже на древне Феникийский. На основании он сравнивал его с какими-то испанскими там поднеполитическими, мезолитическими знаками в пещере. И предполагал, что можно удернить возникновение письма. Ага. До мезолита. До мезолита. Ага. Ну, мезолит нас датируется одиннадцатым седьмым тысячелетиям до нашей эры. Ну, это совсем. С серьезного древнения. Ну, да. Ну, я думаю, что он… Мой старший коллега заблуждался в этом смысле, что… Ну, он осторожно это высказал. Нельзя его упрекнуть откровенно, что он… жители с детства Майкопа, но использовали более древние символы какие-то для обозначения каких-то звуков. Спасибо большое вам за интервью. Спасибо, что пригласили сегодня. Я думаю, что люди потихонечку посмотрят, послушают какие-то комментарии, напишут. Мы посмотрим что-то еще, какую-то тему выберем. Обсудим вообще всю эту тематику. Потому что она новая и редко сейчас мало изучена еще. Я хотел бы более точно познакомиться с вами и записать. Сейчас мы сделаемся. Ну, все. Всем пока. Оставляйте комментарии, делитесь с друзьями и ставьте лайки.